Помощь только одна. Когда женщина сильна, чувствует свою силу, сила это в вере находится человек. Сила в вере. Надо верить, что этот человек дан вам Богом, и вы на него имеете единственное право. И рисоваться перед ним вы только можете честно. Все остальные это делают нелегально. Поэтому вы легальные, они все нелегальные. Но могут быть иметь какое-то чувство, допустим, по судьбе. Вам надо страдать сейчас. Вы сами кого-то так подвели в жизни, сейчас получаете такой экзамен. Но это не значит, что вы должны проиграть, понимаете? Выигрывает тот, кто верит, что это ему положено в жизни. Я вам сейчас эту веру объясняю. Это ваш муж, он вам положен. Да, тетка отвалится. Я даже могу сказать, когда. Она точно отвалится по вашей судьбе через семь с половиной месяцев. И точно сейчас уже перевалило через середину. То есть вот этот наш с вами разговор, это ваш дата экзамена уже. То есть после этого сейчас все начнет становиться лучше. Вы слышали меня? И больше никогда не пренебрегайте своим мужем. Это все началось от того, что у вас было сильное увлечение какое-то. Вы забыли про семью, занимались этим увлечением. Вспоминайте. А? Но вы увлекались чем-то другим, правда, в это время? Вспоминайте. Не ценила? Не ценила означает не служила, не вкладывала силы. Потребительски жила, брала только силы. Вот об этом вся лекция у нас. Итак, следим друг за другом. Следующее, что я вам сказал. Следим друг за другом. Смотрим, какой период у человека идет. Ловим. Тяжелый период. Смотрим. Это тоже тяжелый период. Понесло к женщинам другим. Это значит, ему не хватает чего-то. Надо это очень диагностировать у человека, у близкого. И у женщин тоже, допустим, женщина все делает, ухаживает, заботится. Но знаете, как определить, что женщина, она с тобой находится в глубоких отношениях к мужчине? Есть только один способ определить. Если она тебе рассказывает про себя, открывает тебе сердце, говорит, у меня такая вот жизнь, вот это вот то, сё. Это значит, что у нее все хорошо, то есть она от вас не уходит. Но если она перестала вам рассказывать про себя, это значит, что ее понесло куда-то в другую сторону. Потому что женщина всегда только через открытие сердца проявляет свою преданность и привязанность. Больше никак. Все остальное это можно сыграть. Но вот в это сыграть невозможно. Потому что женщина не может любить мужчину, который как бы проявился как трус. Я правильно говорю, женщина? Да. Все. Глубокое чувство отваливается. Если нет такой возможности, допустим, у вас или просто как бы это не ваше правило, то тогда просто сила духа. Станьте сильнее, перестаньте ревновать. Радуйте жене, любите ее, как бы по-доброму относитесь. Станьте, пересильте человека своей внутренней силой. Станьте сильнее его психически. Все, он отвалится сразу. Даже не надо там сильно как-то... Женщине все проще в этом плане. Она естественно привязана к мужу и к детям своим. Естественно привязана. Если вы проявляете правильные качества, становитесь сильнее, все, ситуация перетекает сразу на вашу сторону. Все. Но при этом не слушайте ее болтовню. Все, что она говорит в это время, это все неправда. Она не знает саму себя. Если она вам говорит, он лучше, там рассказывает все это, вы не обращайте внимания. Она просто сказала, что молилась, спросила мужчину с мужа от Бога и у вас есть. Муж от Бога, да? С прошлой жизни, да? Говорит, с прошлой жизни. Мы с тобой, мне женщина одна сказала, мы с тобой. Олег Геннадьевич говорит, я хочу вам задать вопрос. Мы с мужем живем одну эту жизнь. И Бог мне дал этого человека на эту жизнь. А я встретила другого человека, с которым мы уже пять жизней вместе живем. У нас в этой жизни, как бы, в этой жизни с моим мужем, у нас есть двое детей. А в тех жизнях прошлых у меня много детей было с тем человеком. Теперь у меня вопрос, Олег Геннадьевич, к вам. С кем мне быть? С этим человеком, которым одну жизнь, как бы, временно. И с тем, с которым у меня много жизней было уже, Олег Геннадьевич. Смешно, женщина? Примерно то же самое, обычно, рассказываю. Да, это так работает женское мышление. Женщине надо объяснить себе, обязательно какую-то философию сделать из того, что она согрешила. Обязательно что-то придумать. Подтверждение астрологов найти, обязательно найти астролога. Этот не подтверждает, он не знает. Пошла к следующей. Этот тоже не знает. Этот, о, а этот знает. Все замечательно, все, нашла. Да, так работает психика, ничего не сделаешь. Спасибо. 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 Спасибо.